Поэты Серебряного века. Самые-самые большие, гениальные, великие поэты Серебряного века – это Александр Блок, символист. Ой, стопроцентный символист. Анна Ахматова и Мандельштам – они поэты-акменисты. Акменисты – это поэты и писатели, которые говорят, что символизм нет, нет, не надо. Это слишком странно, непонятно. Надо нормально, надо делать нормальную поэзию. Надо писать нормальные стихи. Не надо писать такие странные-странные символистские стихи. Вот это акменисты. Это Ахматова, Мандельштам. Это Есенин. Есенин не символист, не акменист. Он Есенин. Он просто Есенин. Но тоже великий-великий поэт. Цветаева. Прекрасная поэтесса. Очень-очень известная такая, очень женская поэзия. И, конечно, Маяковский. Маяковский – это футурист такой. Футурист, революционер, человек нового времени. Писатели. Андрей Белый. Символист. Символист, символист. Горький. Максим Горький. Леонид Андреев. Пастернак. Куприн. Бунин. Кстати, Бунин получил Нобелевскую премию. Нобель. Медальку. Получил Нобелевскую премию. И он был эмигрантом, жил во Франции потом, после революции, я думаю. Театр и музыка. И Европа знает очень хорошо, знает русские сезоны в Европе. Русские сезоны Дягилева. Вот он, Дягилев. Дягилев – это меценат или филантроп, бизнесмен. Он брал русское искусство и вез его в Европу, показывал русское искусство в Европе. И, видимо, он делал это очень хорошо. Он возил в Европу живопись, картины. И он возил в Европу театр, балет, русский балет, танцы. Костюмы были очень интересны в русских сезонах, в спектаклях, в балетах, в операх. Господи, как его? А, да, Станиславский. They are not connected, да, это разные вещи. Просто театр – это ещё Станиславский. Есть система Станиславского и актёры по всему миру знают эту систему. Это система для актёров. То есть как играть на сцене и в кино? Как актёр должен играть роль? Музыка, модернистская музыка, да, такая тоже странная чуть-чуть. Это, конечно, Скрябин и его усы. Такой он красавчик с усами. Музыка, музыка Скрябина, музыка Рахманинова и музыка Стравинского. Очень-очень известные музыканты, композиторы. Это тоже модернизм, это тоже что-то новое, что-то поменялось в музыке. Это новый стиль, довольно странный, совсем нетрадиционный, неакадемичный. Ну и архитектура, как и в Европе, в России, такой главный стиль. Так, конца девятнадцатого века это Арнуво. Но осторожно, потому что по-русски можно сказать Арнуво, но это французский термин. А по-русски мы говорим модерн. It's a bit confusing, really. But модерн по-русски это архитектурный стиль, как Арнуво. Вот, вот эти такие линии, плавные линии. Как здесь, какие-то всё очень плавное, ну, как символизм. Это конец девятнадцатого века, ну, начало двадцатого. Но потом это уже авангард. Авангард и конструктивизм, функционализм и так далее. Это совсем другое. Модерн и авангард это разные вещи, разные стили в архитектуре, абсолютно разные. Ну и два слова о науке. А я уже говорила о Павлове. Павлов и его открытие рефлексов. Да, ну, вот Павлов получает Нобелевскую премию в 1904 году. Павлов получает Нобелевскую премию. В 1908 году Мечников тоже получает Нобелевскую премию за свои открытия в иммунологии и инфекционных заболеваний. Иммунология, иммунитет, иммунитет, иммунология и инфекция, инфекционные заболевания. Заболевания это болезнь. То есть, когда ты болеешь, болезнь, заболевания, инфекционные заболевания. Он сделал очень большую и важную работу в этой сфере. Ну и это время Циолковского. Циолковский создал базу, как сказать, базу, основу космонавтики. Циолковский. Вот он. Всё. Скоро. Скоро полетим в космос. Циолковский уже работает.